друзья всем ассалам алейкум доброго времени суток сегодня буду готовить дымляму данный момент сейчас все с нуля начинаю я нарезал капуста мясо морковка болгарский перец помидорчики баклажанчики картошка здесь у нас соль зира специи в общем и лаврушку добавлю часть все буду закладывать для начала немного налью масло вниз совсем немного просто чтобы дно было промасленное вот могу вам показать затем закладываю мясо на дно мясо мясо говядина тазобедренная часть сочная мышечная желательно на дно закидывать жировые жировые куски жирные куски чтобы одни были на дне если поменяем местами жирная часть внизу килограмм говядины у нас почти здесь затем я закладываю что закладываю картофан то есть картофель закладываю картошку поверх мясо прям слоями все закрываю покрываю мясо картошка у всех конечно разные свои бывает уже менять как угодно я делаю потому что по мере готовности то есть мясо готовится дольше соответственно вниз этим картошка моркошка бакуажа вот так в общем то это как по оффинте предыдущем ролике я там этот в этот казан трамбовал плов также сейчас и здесь картошки хватит я думаю картошки хватит так вот можете обратить внимание за свою картошку добавляю затем сейчас баклажан выложу а потом уже лучочек и этот баклажан все по красоте также выложил баклажан посолим немного посолим попертим ну вообще 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 здесь я еще приготовил соус то есть томатную пасту развелся небольшим количеством воды и только в конце зальем сюда так сейчас надо выложить перчик капуста реально надо будет трамбовать с руки красиво четко сочно мощно казанчик надо побольше так лучочек обязательно лучок лучок вообще надо было ну да все пойдет лучок морковки по ходу много спросите куда столько капуста влезет мне это уже самому интересно тем не менее опять эксперимент да решат все какие-то рецепт дает который просто бомбически и влезает волшебным способом в казан который уже ничего не лазит так у нас осталось капуста очень так вот так я прям там был так как получается там будешь то есть называешься вещи своими словами монстрский монстрский бы час вообще что такое происходит давай второй этаж казана так закладываем друзья капусту а ну у 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 короче босс модель дома будет называться и посыпаем солью ребят послойно послойные там тоже столь усыпал до эту опять лизеру зиру добавляем зиру вот не заливаем все это томатная паста и вода что-то в новости пригорела так что друзья и накрываем все крышкой накрываем крышкой и отправляем на плитку друзья хочу вам сказать вот наша дымляма я ее затрамбовал очень сильно так что сейчас включим плиту на максимум плита у нас электрическая включим плиту на максимум по друзья прошло два часа сейчас посмотрим что происходит на что это похоже леди и господа что там творится что там творится мне жата ручки я думал что такое скажи что такое видно слои свои короче не умелая помощь дала нужна проваренная затушенная точнее не затушенная а как 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 затушенная не блин слово из головы вылетел затомленная что ли овощи томились томились помидорчики на костре да почти на костре не чувствуешь запах не да аромат есть бакуажань сочнейшие как по узбеке будет бакуажан бакуажан бакуажань бакуажань правильный акцент да не да как будет ты курсит сейчас помощь завозьмем Баклажан, как вы на узбекском? Все, видишь, по полочкам раскладываю. И пришел момент до мяса, так сказать. Мясо, как тушенка. Говядина, да еще и та забедренная часть, которая, то есть мышц нету, и оно нежное и мягкое получается при любом раскладе. И бульон тут самый, витаминный, да, в общем. Бульон я вообще молчу. Это стоило этого, чтобы его затрамбовать. Килограмм мяса и почти, смотри, вообще не видно. Бульон можно отдельно, да, в косу наливать? Или в маленькие стаканчики? Бульон, стаканчики вместо чая, да, запивать? Смотри, делается вот так. Друзья, Ох, как тайор. Ош, кям архамад. Йокам ли иштаха. Всем приятного аппетита. Я сейчас попробую сам, конечно. Чтобы убедиться на сто процентов по соли, по сочности, по нежности. Картошку попробую. Друг мой. Теперь мясо. Теперь мясо. Теперь мясо. Просто тает во рту. Просто растаял во рту. Я вам рекомендую, однозначно попробуйте сделать. Какой бы у вас не был казан, большой, маленький, средний, запихайте. Это не сложно. Это удобно тогда, когда у вас гости дома сидят. То есть вы нарубили все, закинули слоями и ушли на полтора-два часа от плиты. Все. Ваше дело включить плиту. То есть сначала разогреть, чтобы закипел казан. Затем убавить на средний огонь и все. Можете отойти на два часа. Делать свои дела, заниматься делами, заниматься гостями, разговаривать, общаться. А потом прийти и ваше блюдо готово. Пожалуйста. Люди будут довольны, гости будут насыщены вашей едой и надолго запомнят этот вкус. То есть вкус Востока. Смотрите ролики, переходите на канал RichelMitchel, подписывайтесь, а также ставьте лайки. Пишите комментарии. Спасибо каждому, кто смотрит.